Сотрудники налоговой службы организовали индивидуальные консультации в Самарско-городской больнице номер 10. Говорили о предоставлении налоговых льгот, о необходимости подачи декларации вовремя и в срок. Граждане, которые получили доход в 2023 году, должны не позднее 30 апреля подать в налоговый орган или в МФЦ декларацию о доходах по форме 3НДФЛ. В дальнейшем нужно будет уплатить налог на доходы физических лиц, но декларировать полученный доход нужно не всем. Декларацию обязаны представить граждане, которые получили доходы от продажи недвижимости, который находился в собственности менее минимального предельного срока, получивших доходы в виде дарения не от близких родственников, а также от сдачи своего имущества в аренду, те, кто получили выигрыши небольшие в лотерею. Рассказали и о новшествах налогового законодательства. Они касаются порядки предоставления налоговых вычетов на лечение и обучение родителей и детей. Утверждена новая форма справки об оплате медицинских услуг. И эта справка распространяется только на оплату услуг, которая произведена в 2024 году. По тем оплатам, которые проходили в 2023 и ранее, эта справочка не заполняется. Специалисты говорят быстро подать декларацию через личный кабинет. При ее заполнении налогоплательщику важно только выбрать вид дохода и указать полученную сумму. Все остальные данные программа рассчитает самостоятельно. Светлана Александрова – заведующая терапевтическим отделением. С подачи декларации решила не затягивать. Сегодня у нас предоставилась возможность общения с выездной налоговой службой. Было очень много интересного услышано. Я успела воспользоваться подачей декларации 3НДФЛ за медицинское обследование и лечение. Это заняло очень мало времени. Быстро, удобно. Деньги мне возвратились буквально в течение 10 дней. Сотрудники налогового органа информировали сотрудников больницы и о возможности получения и оплаты налоговых уведомлений в электронном виде с использованием электронных сервисов ФНС России и об удобстве использования личного кабинета налогоплательщика. Елена Чернявская, Константин Головин. События.